Друзья, приветствую! Меня зовут Дмитрий Козин. Я стареющий велоблогер, живущий в Санкт-Петербурге. И сегодня мне бы с вами хотелось поговорить на предмет безопасности. Сейчас был такой случай с моим коллегой Юрием. Он приезжает, говорит, запиши вот такой совет. Когда я встретил нашего коллегу, он ехал на велосипеде и в руках держал телефон. При встрече со мной он красиво распластался на питерской мостовой. Все из-за чего? Мы часто ездим на велосипеде и держим в руках телефон. Смотрим, куда нам ехать, сколько нам осталось, какой маршрут. В это время другой рукой мы держимся за руль. А дорога она такая непредсказуемая. То кочки, то ухабы, то дети, то собаки, то машины. Скутеры, велоскутеры, электросамокаты, электровелосипеды. И бог знает еще чего. Короче, неожиданных моментов, которые встречаются на нашем пути, очень много. И мы можем попасть в очень неловкую ситуацию с повреждением телефона, велосипеда и, не дай бог, травмироваться, а также травмировать других людей. Алексей, добрый день. Ну так вот, совет простой. Чтобы контролировать ситуацию, не обязательно держать в руках телефон. Для этого достаточно иметь такую простую вещь, как... Сейчас покажу. Вот держатель для телефона. Все, он устанавливается на велосипед, на руль. Вы также спокойно крепите свое устройство. Смотрите, держитесь двумя руками за руль. Смотрите, наблюдаете за картой, за вашими перемещениями. При необходимости контролируете буквально одним нажатием пальца. Полностью можете сосредоточиться на дороге. Вас ничто не отвлекает. Самый простой совет в этот момент остановиться, естественно. Произвести необходимые манипуляции. И все, и продолжить движение. Телефон у вас на руле. Если пойдет дождь, есть специальная вот такая сумка сверху. У нее есть прозрачное отделение для телефона. Как вы также можете его установить. И контролировать ситуацию, не повреждая его за счет того, что дождь, вода льется. Так что все очень просто. Вот такой мой очередной бесполезный совет. Если не ошибаюсь, пятнадцатый для начинающих и не только велокурьеров. Всем удачи. Меня по-прежнему зовут Дмитрий Козин.